Всем привет! Сегодня готовим рулет за 20 минут. Рулет очень простое тесто готовится, внутри бананы и сгущенка. Очень быстро, просто и к чаю вкусно! Я очень люблю сладкую выпечку. Вообще все сладости это моя слабость. Я очень люблю. Итак, сегодня делаем рулетик. Очень простой рецепт рулета. Начинка будет очень вкусная. Будет вот такая вкусная сгущенка и бананы. Сперва разогреваем духовку на 180 градусов. В чашу миксера вбиваем 3 яйца. Яйца взбиваем до устойчивой пены. Всыпаем сахар. Добавляем ванильный сахар или просто щепотку ванили. Взбиваем 1,5-2 минуты. Добавляем 3 столовые ложки молока. Вот так. И еще раз перемешиваем. Сахар растворился. Венчик нам уже не понадобится. Через сито просеиваем муку и разрыхлитель. Лопаточкой перемешиваем все до однородности. Не миксером, а именно лопаточкой. Я беру противень. У меня противень я купила себе специально для рулетов. Вот он, смотрите, 27 на 35 сантиметров. Ну, плюс-минус, такие противни продаются. Можно взять, конечно, противень, который более квадратный, да. Но большой стандартный противень для духовки не подойдет. Он слишком велик. Так, теперь сюда отправляем тесто. Дно тоже пергаментом обязательно. Так, смотрите. Теперь я сейчас покажу, как я выравниваю такие рулетики. Если вы видели видео на моем канале, то я каждый раз, когда делаю рулет, я показываю. Сейчас тоже покажу. Так, берем линейку. У меня специальная большая линейка. Я купила для кондитерских всех своих штучек. Линейкой. Значит, смотрите. Сначала проводим вот так где-то с середины сюда. Ну, чтобы начало у нас было такое ровненькое. Сейчас, вот тут угол. А теперь прижимая до края. Видите, сколько вот много в одной стороне, а в другой стороне практически нету. Поэтому разравниваем вот так везде. Сюда и сюда. Так, теперь то же самое. И вот так вот последний раз. Смотрите. Теперь убираем и берем салфетку. Салфеткой аккуратно вытираем край. Значит, теста у меня хватает четко на вот этот противень для таких рулетов. Очень удобно. Я частенько именно пеку рулеты именно в таком противне. У меня был один. Я его использовала 2-3 года, потом поменяла на новый. Купила вот этот вот, и он мне не нравится. Он так сильно деформируется в духовке. Надо новый какой-то купить. Так, все. Выпекаем. Выпекаем в духовке, разогретой на 180 градусов, чтобы тесто вот так не стояло, не ждало. Вот духовка у меня уже разогрета. Значит, второй ярус снизу. Второй уровень снизу. 180 градусов с конвекцией. 5 минут, максимум 7 минут. Смотрите, еще вот, когда будете выбирать вот такие вот формы для таких штук. Видите, как вот он деформируется вот так. Вот не берите такое. Я почему-то не посмотрела, что он так играет. Надо брать более из толстого металла. Они чуть-чуть дороже, но они долговечнее. Ну, мне больше нравится. Вот такой рулет получается золотистый. Вот только доставили его из духовки. Берем небольшой нож. И что я делаю? Пока он горячий. Чуть-чуть, именно край вот так, отсоединяем от противня. Там везде у нас пергамент, а где-то полсантиметра, стопроцентно, все равно прилипает. Поэтому со всех сторон вот так вот проходимся, пока горячий. Теперь что делаем? Ножом приподнимаем, и видите, тут пергамент. Я всегда так стараюсь вырезать пергамент четко по противню. Теперь берем за край пергамента, вот так отсоединяем, и приподнимаем сам рулет. Так, переносим на стол. Здесь у меня, смотрите, вафельное полотенце. И оно влажноватое, такое вогкое. Теперь берем, вот так вот прям вот берите за рулет, и переворачиваете вот сюда вот вниз. Снимаем пергамент. Я покупаю пергамент уже заведомо, я знаю, что у меня все везде отходит. Если вы не уверены в своем пергаменте, лучше смажьте маслом пергамент. Но я уже давно пользуюсь, я знаю точно, что пергамент у меня хороший. Так, пока это все еще горяченькое. Так, теперь закручиваем. Вот так, смотрите. Хоп. Вот так. Вот и все. Теперь даем этой всей красоте полежать, хотя бы 30 минут отдохнуть и остыть. Итак, берем сгущенку. Сгущенку я просто вот так вот разминаю вилкой. Она комнатной температуры, не с холодильника. Вот так, смотрите. У меня прошло минут 20. Раскручиваем рулет, он еще тепловатый. Вот если пройдет вот так вот минут 20-30, внутри он теплый. Вот так пусть и будет. Не нужно ждать там час-полтора. Пусть он будет слегка тепленький. Теперь отправляем сюда сгущ. Десертным ножом, значит, вот так вот подкладываем сгущенку прям вот так вот под край, вот сюда, чтобы тут было все заполнено. Это обязательно. Видите, вот так. Вот так. Тут хорошо все заполняем. А дальше размазываем сгущенку тонким слоем. Не нужно делать так, чтобы сгущенки было очень много. Во-первых, будет слишком приторно-сладко. Во-вторых, начнете закручивать, она начнет, ну, сильно так вычавливаться. Поэтому не надо. На моем канале много вариантов рулетов. Посмотрите, и с ягодными начинками, и с разными ванильными, и лимонными. Попробуйте. Вообще рулеты можно делать с разнообразными вкусами. У меня даже есть рулет с халвой. Разное тесто немножко получается. Разные начинки. Настолько вкусно выходит. Так, значит, смотрите. Ну что ж, тут все. Теперь берем банан. Причем берем банан, чтобы он был такой, видите, спелый. Не слишком зеленый, не такой чисто желтый, а вот такой вот спелый. Так. Банан надломите там, где изгиб. Чуть-чуть вот так надломите. И выкладываем вот сюда. Так, и еще понадобится кусочек банана. Ну, вот так где-то. Где-то вот один банан и кусочек. Если у вас слишком такой длинный будет банан, может быть, хватит даже на весь рулет. Еще я заматываю, видите, рулет вот так. Тут меньшая часть у меня 26 сантиметров. Вот так можно. И вот так заматывать. Тоже так хорошо. И так, и так можно. И так. Подгибаем банан вот так. Хоп. А теперь сматываем. И перекладываем его на шов. Вот так. Берем досточку, застилаем пергаментом и перекладываем рулет сюда на досточку. Так будем убирать в холодильник. Теперь остатками сгущенки. Вот буквально ложка осталась в банке сгущенки. Я этой ложкой замазываю торцы. Вот здесь троя. И другую сторону тоже. Вот так вот. Теперь берем это же полотенце, на котором у нас лежал рулет. И вот так вот накрываем. Вот так. Чуть-чуть можно вот так вот прижать, чтобы он был ровненький. Но он, собственно, и так ровный. И вот в таком виде, в таком состоянии убираем в холодильник на 2-3 часа. Рулет постоял в холодильнике 3-4 часа. Это обязательно, чтобы вы его хорошо, красиво разрезали. Теперь можно подавать на блюдо. Сверху можно украсить сахарной пудрой или какао, или потереть шоколадом, или растопленным шоколадом сделать сеточку. Тут уже как захотите. Давайте разрежем. Посмотрим, какой он внутри. Посмотрите, как хорошо держит форму. Давайте попробуем. Я расскажу, какое тесто, и расскажу, какие начинки можно сделать. Итак, пробуем. Слушайте, мягусенькое тесто. Очень мягкое, нежное. Класс! У меня на канале несколько вариантов вообще вот таких рулетов. Они идут с разным тестом, с разными начинками. Их можно, кстати, экспериментировать, менять что-то. И даже есть рецепт с халвой тоже. Попробуйте рулет халва. Очень вкусно. Слушайте, это очень и очень вкусно. Начинку можно использовать. Любой крем, любая варенька, заварной крем. Возьмите любой заварной крем, совершенно простой, с любого торта. Смажьте рулет, заверните. Сверху можно помазать вареньем, посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой, и будет вам счастье. Самое главное, что это очень просто, легко готовиться и не затратно. Вот такой рулетик получается. Он достаточно большой. Обязательно приготовьте. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Пусть у вас к чайку на выходные будет вот такая вкусняшка. Все, целую, люблю, бывает и пока!